Девушки отдыхают Приветствую юных любителей математики! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, профессор Пифагор! Вижу, вижу ваше внимание! Приятно, что у меня такие любознательные и очень милые ученики! Не терпится приступить к разминке! Очень не терпится! Очень приочень! Ну, поскорее бы, а? Мне кажется, или вы и вправду куда-то торопитесь? Да нет! Что вы, что вы, профессор! Куда мы можем торопиться? Нет, что-то здесь не так! А ну, рассказывайте, в чем дело! Да, у нас сразу после урока спортивное соревнование! Ну, там будет очень весело! Поскорее бы пойти! Да, я очень люблю спортивные соревнования, друзья мои! Ну, разве вы не знаете пословицу? Кто поспешит, тот всех насмешит! Вы ведь не хотите меня насмешить? Мы не хотим! Нет! Мы хотим вас порадовать! И вот это правильно! Поэтому наберитесь терпения и хорошенько потрудитесь на уроке! А потом наступит час веселья! Дело время, потихий час! Безусловно! И перейдем к делу! Начнем разминку! Чтобы спечь пирог, маме нужно пять яблок! Она попросила Алешу и Сашу принести яблочки из сада! Сколько яблок принес Алеша, а сколько Саша? А это неизвестно! Ну, вот вам и нужно предложить разные варианты ответа! Мой вариант! Алеша принес одно яблоко, а Саша четыре! Может, это Саша принес одно, а Алеша четыре? Еще так можно! Алеша нашел три яблока, а Саша два! Или наоборот! Ведь от переменами слагаемых сумма не меняется! Да, но если Алеша вообще яблок не принес, а Саша притащил все пять! Или наоборот! Все варианты состава числа пять разобраны! Молодцы! Еще одна задачка! Чтобы украсить зал к празднику, ребята решили повесить красные и синие шарики! Всего их было шесть! Сколько могло быть красных и сколько синих? Конечно, поровну! Надо повесить три красных и три синих! Или два синих и четыре красных! Нет, один синий и пять красных! Или точно, точно! Лучше повесить шесть красных и ни одного синего! Будет очень нарядно! Да ничего подобного! Будет скучно! Нарядно! Скучно! Нарядно! Друзья мои, друзья мои! На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет! Кому-то понравится идея веснушки, другим предложение зубка, да и потом! Мы же не шарики развешиваем, а составы чисел находим! Ой, и правда, я просто увлеклась! Ну, хорошо! Тема нашего сегодняшнего урока – решение задач со знаками больше и меньше! Надеюсь, вы их помните! Помним-помним! Где больше, там ротик, а где меньше, там хвостик! Именно так! Приступим к первой задачке! Два закадычных друга – Ваня и Вася – обожают играть в машинки! У Вани четыре легковых машинки и три грузовика! А у Васи пять легковых и один грузовик! Давайте посчитаем, у кого из ребят машинок больше! Ну, давайте посчитаем по очереди игрушки одного мальчика, а потом второго! Вот, у Вани было четыре плюс три машинки, а у Васи пять плюс один! Хм, только как же записать? Ведь у нас получилось два примера! Запишем оба примера в одну строчку, а между ними оставим место для знака больше или меньше! Ага, я поняла! У Вани семь машинок, а у Васи шесть! Семь больше шести! Значит, и знак будет больше! Молодцы! Вторая задачка! У бабушки Арины два внука и пять внучек! Она пригласила всех в гости и испекла пирожки! Семь с вишней и два створка! Хватит ли пирожков, чтобы угостить всех внуков? Ой, опять получается два примерчика! Да, чтобы узнать, сколько у бабушки внуков и внучек, надо к двум прибавить пять! А чтобы сосчитать все пирожки, сложить семь и два! А теперь посчитаем! Два плюс пять семь! Семь плюс два! Девять! Семь! Меньше девяти! Это значит, что пирожков еще и останется? Ха! Они потели нам тоже в гости к бабушке Арины! А теперь еще одна задачка с секретом! Попробуйте поставить знак больше или меньше, но не решая примеров, не делая вычислений! Не! Так не получится! Не торопись, дорогая Шунечка! Я ведь сказал, задачка с секретом! Посмотрите внимательно на слагаемые! Да уж, с секретом! Непонятно, как же можно узнать, что больше, а что меньше, если считать нельзя? Может быть... Ой, смотрите, что я придумала! Первые слагаемые, бабок пример, одинаковые! Так? Так! Значит, надо сравнить только вторые слагаемые! Три и семь! Точно! Три меньше семи! Значит, так и будет в примере! Двенадцать плюс три меньше, чем двенадцать плюс семь! Ха! Чем меньше прибавили, тем меньше получим! Ура! Ну вот, теперь вы можете бежать на свои спортивные соревнования, потому что урок окончен! До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики! Ура! 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 Вау! Продолжение следует...